Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня в тайских штучках речь пойдет об ароматическом масле чайного куста. Это зеленый чай. В данном случае вы видите перед собой тот же самый пузырек. И здесь просто написано «Чай», «Чай арома». На самом же деле на пузырьках может быть разное название. И в первом случае, допустим, это было «Ти 3», то, что является чайным деревом. Либо «Грин Ти», что соответствовало бы зеленому чаю. Так как здесь нет никакого специального обозначения, просто написан «Чай», я позволила себе использовать данный пузырек для описания двух ароматов. Они будут отличаться друг от друга, но пузырек вы будете видеть один и тот же. Итак, это ароматическое масло «Зеленый чай» производства «Сиам Ароматик» объем 5 мл. Тонкий, изысканный аромат свежего чайного листа. Искрящаяся зелень в каплях утренней росы. Изысканность нежных чайных листиков. Этот аромат расслабляет и бодрит, дарит отличное настроение и уверенность в себе. Цель и назначение данного ароматического масла – это ароматизация помещений, косметических продуктов, массажных масел и создание парфюмерных композиций. «Зеленый чай» – это многолетний кустарник семейства чайных. Это одно из самых известных растений в мире, ведь чай как напиток сегодня популярен во всех уголках земного шара. Как известно, из листьев одного и того же растения можно получить не только черный, но и зеленый, белый, красный, желтый чай. Все это одни и те же листья, но просто они в разной степени зрелости и ферментации. И одним из наиболее полезных по праву считается зеленый чай. Вначале чайный куст начали культивировать в Китае, а позже чай покорил Японию. Постепенно чайный куст начали производить, выращивать на острове Ява, в Гималаях. Сегодня, когда польза зеленого чая ни у кого не вызывает сомнений, чайный куст выращивают не только в Китае и Японии, но и в Индии, на Цейлоне, в Африке, Южной Америке и даже в Европе. Однако из листьев чайного куста можно получить не только полезный зеленый чай, а здоровье человека укрепляет еще и экстракт зеленого чая. Ну а что насчет запаха? Неужели этот чудесный аромат не может существовать отдельно и приносить пользу? Конечно же, может. И лучшее подтверждение этому ароматическое масло зеленого чая, которое широко используется в парфюмерии, при производстве косметики и так далее. Ну и тут нельзя не вспомнить фразу «Спокойствие, только спокойствие». Тонкий, изысканный аромат свежести, который бодрит и дарит спокойствие одновременно. Именно так пахнет зеленый чай. Ароматерапия с чаем, конечно же, невозможна. Но ведь таким же ароматом, только более насыщенным, концентрированным, выразительным, обладает и масло чая. В ароматерапии это масло используется для снятия стресса и усталости. Если городской ритм жизни или ритм городской жизни правильнее отнял у вас все силы, если вам сложно каждое утро настраиваться на рабочий лад, если жизнь вокруг стала казаться сирой и невыразительной, попробуйте масло зеленого чая. Применение масла может быть разным. Можно использовать его и в аромолампе, и в аромомедальоне, и в диффузоре. Не нужно никаких промышленных освежителей воздуха, просто пара капель масла, и ваш дом наполнится свежим легким ароматом, который быстро прогонит. И плохое настроение, усталость и нежелание что-либо делать. Ну а можно капнуть несколько капель в массажное масло или в ванну. Массажное масло, зеленый чай или аромованна со свежим бодрящим запахом, что может быть лучше для освобождения от усталости. А результат таких процедур вам точно понравится. Но еще больше вам понравится результат, если вы будете использовать масло зеленого чая в качестве духов. Дело в том, что этот аромат не может остаться незамеченным окружающими. И если вы хотите пахнуть зеленой свежестью, яркой и звенящей, попробуйте этот аромат. И будьте уверены, что окружающие оценят его по достоинству и будут спрашивать, а что это за духи. Ну, кстати, о духах. Многие парфюмеры не обходят зеленый чай своим вниманием. Духи с запахом зеленого чая или же с этим ароматом в акценте не редкость. Самые известные ароматы будут перечислены внизу под видео. И все эти парфюмы свежие, летние, тонкие, прохладные. Но если вы хотите получить чистый моноаромат, то стоит обратить внимание не на парфюмерные композиции, а на ароматическое масло зеленого чая, которое вы с легкостью... Хотя, вот знаете, бывает по-разному. Бывает, что везде встречается, бывает, что и не найдешь. Но в Таиланде такое масло вы, думаю, что обязательно найдете. Так вот, для знаков зодиака этот аромат, прохладный и свежий, бодрящий и успокаивающий, лучше всего подходит воздушным и энергичным близнецам, сдержанным и интеллигентным девам, а также спокойным и уверенным козерогам. В каждом стеклянном пузыречке от этого производителя объемом 5 мл содержится ароматическое масло зеленого чая, 100% ароматическое масло. Для ароматизации помещений достаточно 2-3 капель в аромалампу. Обратите внимание, не 5-6, как другого какого-то масла. Для ароматизации косметики до 5 капель на 100 мл косметического средства или воды. Для ароматических ванн до 5 капель на ванну. То есть тоже это меньшее количество. Для создания парфюмерных композиций до, ну не знаю, тоже нескольких капель достаточно, хотя тут указано, что до 100% от общего состава, но такого просто не бывает. Если вы переживаете по поводу противопоказаний, то это индивидуальная непереносимость зеленого чая и цитрусовых, поскольку запахи сродни оказываются. Ну а если просто беспокоитесь о мерах предосторожности, то перед использованием нанести каплю масла на платок или на какую-то ткань и в течение дня подносите этот платок или тряпочку к носу. Проводите пробу не менее двух суток. Если не возникло никаких негативных реакций, масло можно использовать. Но на чистую кожу масло, или на открытую кожу, или как хотите, чистое масло на кожу и на слизистые не наносится. Срок годности 3 года с даты изготовления, хранится в сухом прохладном месте до 25 градусов Цельсия и объем данного масла 5 мл. Приятного вам знакомства, удачного использования и всего самого-самого доброго!